Один из вас говорит, не нужно причащать больных, не нужно, потому что есть такая примета, больной умрет, если причаститься. Другой говорит, нужно, ибо грешно, когда христианин отходит с этого света без причастия. Я считаю, что прав второй, ибо так велит церковь. Многие отшельники, жившие вдали от храмов и священников, боялись умереть, не причастившись, и горячо молили Бога, чтобы Господь им перед смертью послал священника с причастием. Благий Господь, исполняя мольбу этих своих угодников, посылал им какого-нибудь служителя алтаря, чтобы причастить их к святых тайн. Причастившись, они словно озарялись радостью и спокойно расставались с этим светом. Был случай, когда один больной желал причаститься, но священник не успел к нему, и больной умер. Так умерший пришел в сознание, принял причастие и снова умер. Это произошло в окрестностях Кралева, такие случаи ясно показывают, что есть воля Божия. Глупо думать, что больной должен умереть, как только причастился. Есть множество примеров, когда происходит наоборот. Вот, я сам лично присутствовал на причастии таких тяжелых больных, которые, по общему мнению, непременно должны были умереть. Так они живы и сегодня. Разумный человек думает о смерти и покуда он здоров, а уж тем более, когда болен. В этом царстве умирания нет ничего более вероятного, чем смерть. Господь сказал здоровому богачу, который строил далекие планы своего обогащения. Безумный, этой ночью я возьму себе душу твою, а то, что ты скопил, чье будет? Когда больной умрет, тогда будет горько каяться тот, кто помешал его причастию. В одном городе разболелся человек, услышал об этом священник, пришел и предложил ему исповедаться и причаститься. Так жена больного воспротивилась, говоря, да он же не при смерти, батюшка. Священник ушел, а больной в ту же ночь умер. Тогда жена стала причитать, горе мне, зачем я не дала ему причаститься. Разве не знаете, друзья мои, что причастие дорогого стоит? Мир вам от Господа. Источник о трех самых важных вещах. Избранные письма духовным детям. Святитель Николай Сербский.